ребятки всем здравствуйте я сегодня хочу пару словечек замолвить на одну тему только что был в банке в шпаркасе а вот и все чаще и чаще я замечаю что немки гуляют с турками курдами беженцами и так далее вот такие толстые некрасивые беспонтовые немки да вот сейчас выйду вот а а немцы мужики все чаще я замечаю они гуляют всякими тайванками японками или там еще какие-то я не знаю бангладешки какие-то я не знаю кто они такие вот но они типа 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 китаянки типа ну нет они китая японки ну не знаю типа типа даже не японки это какие-то тайван да вот эти вот тайванцы вот и они с этими тайванками гуляют короче там детей рожают и так далее я уже кучу таких видел прям много и когда обращаете внимание это становится массовым это массовое такое вот массовая фигня такая могу вски заехать нет нафиг да нет да нет да нет нет опять денег потрачу кучу и вот я замечаю почему вот так происходит а дело вот какое но это мои такие предположения чисто я думаю что немцы они мужики они настолько для немок а может быть это даже не в мужиках дело а в в бабах но я скажу несколько предположений первое это бабы просто уже очень много лет разводятся с мужиками и воспитывают своих детей сами воспитывая детей мальчиков по-бабски они становятся такими баба мужиками до мужика бабами или там я не знаю как вот и они становятся как не самцы а такие слабые духом мужики так сказать да вот и потом когда мужики эти вырастают от от мамочки на письке отрываются они такие полумужики не туда не сюда вот и бабы которые в его возрасте они смотрят на этих мужиков им нужны самцы самцы блять такие знаете а никого видят вот этих немцев вот это вот это типа доходу так типа мужик да вот так а вот эти немцы они не берут этих немцев потому что но они вот такие а берут от всяких беженцев турков курдов и прочих темных и с ними делают детей а вот потому что они самцы они берут ты чё мразь там так далее да сразу нахуй на место ставят и все нафиг а скажем даже даже наши русские мужики и немцы да они не могут бабу вот так взять и баба начинает понтоваться выделывается но любой человек который бабу возьмет вот так как даст и как покажет где место нужно иметь и тогда баба успокаивается и слушается или уходит ищет нового лоха но с новым лохом ей опять не получится она уйдет от этого нового лоха будет 3 4 искать и это баба по жизни просто будет блединой она остается блединой и все на нее смотрят ха я ебал да вот так и прикалываются смеются и так далее это баба в обществе уже обозначена как блять а вот мужики которых не воспринимают как самцов они самодостаточные у них все есть понимаете чем в чем дело у них свои квартиры свои дома свои машины у них все есть они самодостаточные взять меня я самодостаточен я живу так как умею и у меня есть все не важно как я живу не важно как я зарабатываю деньги где их беру или куда их трачу не важно важно в том в каком состоянии я сейчас нахожусь я себя чувствую в охуительном состоянии и я чувствую себя самодостаточным но для некоторых баб у меня ничего нет понимаете в чем дело знаете почему ничего у меня нет потому что я им ничего не дам вот в чем дело я им ничего не могу дать бабы которые приходят ко мне они смотрят а у тебя есть там там я не знаю там накопление 50 100 150 штук они туда а постоянная работа у тебя есть где ты с утра до вечера хуяришь и притаскиваешь там две три четыре штуки каждый месяц а нет у тебя а дом есть у тебя дом дома тоже нет но у тебя нихуя нету получается понимаете в чем дело вот эти бабы они не хотят таких мужиков и они ищут себе каких-то таких самцов хотя бы да они берут самцов а самцы вообще нахуй ничего не имеют вот в чем дело эти бабы потом остаются вообще нахуй нищем вообще нищем без бабок без любви без мужика без ничего они просто бляди остаются вот а мужики в то время насколько я вижу как сейчас вот я пришел в банк я выхожу с банка идет немец ну блять я не я не голубой там я не могу скажем так оценить мужика красивый он или некрасивый я так посмотрел мужик нормальный ну нормальный я не сказал что он урод там или еще что-то да да нормальный мужик ну-ка стоять вот и этот мужик и этот мужик он короче идет с какой-то маленькой тайванкой но я не скажу на красивая она маленькая как лилипуд непонятная такая и толстенькая такая пухленькая такая полукруглая еще чуть-чуть и легче будет перекатываться чем ходить пешком вот и он идет с ней и тащит ребенка такого же узко большеглазого да типа это самое тайванские такие глазки знаете типа японские тайванские вот и вот они это самое он тащит этого ребенка и это я наблюдаю повсеместно я очень часто это замечаю и дело в том то что немецкая нация она вырождается она вырождается она смешивается белая раса смешивается с темной расой не могу сказать хорошо это плохо это не знаю не могу этого сказать но дело в том что они смешиваются именно смешиваются и скоро перестанут существовать белые люди а будут серые люди и вы увидите скоро германию серую но никак не белую вот такие вот друзья мои дела ну все на этом заканчиваю мою исповедь смотрите что у нас происходит у нас здесь только что мусор забирали вот и вот такие вот мусорки мусора ставили вот такой потому что неправильно сортируют и потом клеют вот такие вот наклейки да и на этих наклейках написано что неправильно перебрали мусор ну вот вот так вот кто хочет на паузу поставьте можете почитать кто может на немецком и вот так 4 мешка и еще один мешок я проезжал вон где-то вон там видно было валялся вот такие друзья мои пирожки так что не находите себе черных ищите себе белых против черных ничего не имею но не хотел бы чтобы вся белая раса вымирала и превращалась в темную я тоже не совсем белый да я у меня кожа белая он пузо белая видите я белый в принципе я белый но волосы у меня темные как видите усы все черное вот может быть во мне есть какие-то скажем так корни какие-то может быть черные а вот я сделаю тест на дн а то короче отошлю и мне пришлют там и покажут да короче стоит это днк генеалогия или как или дн а генеалогия или что такое вот и покажут откуда мои корни растут насколько я немец насколько я русский насколько я француз или там еще кто-то они это все там покажут кто мои предки были на несколько поколений там на 5 на 10 поколений да откуда вообще я произошел из какой насколько я русский насколько я там турка или еще может быть что-то не знаю да вот так как я смотрел по интернету по ютубу много немного несколько видео и там показывали что они думали что они такие коренные англичане а на самом деле они вообще не англичане и не французы они литовцы какие-то да а те же а курды они становились там еще какими-то потому что это все потому что это все скажем так непредсказуемо вся эта фигня вот я это тоже сделаю это будет стоить около от 60 до 90 евро вот и вам потом покажу кто я на самом деле я даже не буду открывать и открою вместе с вами прям на камеру чтобы охуеть на камеру кто я на самом деле по национальности потому что у нас паспорте написано одно по-настоящему мы думаем что мы другое получается 3 или даже 10 вот так вот такие дела дорогие друзья подписчики подружки и подписчицы и так далее вот так что еще расскажем то вот все вроде бы все давайте на этом заканчиваем погодка сегодня просто бомбезная прям аж офигенная а если сказать по-русски охуенная погодка бля вообще просто пиздейшн короче вообще класс обалденно ой солнышко наконец-то солнышко меня обогревает мои меня хорошего вообще прям аж офигеть ой как тепло прям трогаю тепло вообще кайфую вот это да я наверно прошлой жизни был ленивым каким-то котом который спал на этих гаражах на и все ребятки давайте до свидания до скорого подписываемся оставайтесь на канале пока